Самая главная проблема в этом заключается, в кого я верю, понимаете? И все потом из этого вытекает, потому что вера это такая сила, она уже дальше с ней ничего не сделаешь. Если ты веришь не в того, в кого надо, значит будут не те результаты. А какие будут результаты? Вот какие. Первый результат. Если я кому-то поклоняюсь, он не может для меня уже быть младшим. Даже если я его пытаюсь воспитывать, я это делаю не в правильном настроении. Я как будто бы жду ответа от него. Не я ему даю ответ, а жду от него ответа. Вот я ему что-то сказала и жду. А как он среагирует? А если он среагировал не так, значит, что-то не то. Но он же неразумным не обязан реагировать так. Ты надо с чувства долго сказала, раз, потом с любовью и строгостью сказала, два, сказала три. На 1565 раз он это поймет. Это называется воспитание. Но, понимаете, любовь вот в этом направлении, что давать ребенку знания, должна продолжаться вновь и вновь, вновь и вновь. Это возможно только в том случае, если ты поклоняешься Богу, а не ребенку. Потому что если ты поклоняешься ребенку, главное его не трогать. Главное, чтобы у него все было хорошо. Нельзя его беспокоить лишними советами. Зачем? Он же такой хорошенький. Надо, чтобы у него жизнь была спокойная. Так? Но если жизнь спокойная, это значит, что он не будет развиваться. Для того, чтобы развивать ребенка, нужно, чтобы не была жизнь спокойная, а нужно, чтобы были какие-то трудности у него в жизни с самого начала. Может быть, не с пяти лет. Вернее, не до пяти лет. Для того, чтобы понять, когда, чего мы сейчас с вами... Видите, я вам в самом начале лекции самое главное сказал. Для чего? Для того, чтобы вы сильно задумались. Сейчас еще три часа не прошло, и как бы в сердце все ложится глубоко. Сильно задумайтесь, кому мы поклоняемся в жизни, и какой будет из этого результат. Человек не может без веры жить. Если он не выбрал высшую веру, значит, какая-то вера бы верит в его сама. Если, особенно мать, верит в своего ребенка, в ущи своей жизни, она не только его жизнь разрушает, и не только свою, а также и жизнь своего мужа. Как это происходит, я вам сейчас объясню. Смотрите, женщина, в ущи своей жизни, верит в ребенка, и что она живет для него. Но мужчина считает, что он тоже заслуживает внимания. Женщина делает вид, что она также обращает свое внимание на мужа, но уже все. У нее сердце уже к ребенку настолько сильно обратилось, что муж, он как бы как вторая серия, ну вернее, другая серия, или соседний канал, точнее. По которому кино смотреть уже неинтересно. Это другой фильм, понимаете, уже. Не тот, не самый главный. Мне нравится этот хороший фильм, но самый главный у меня на этом канале. А на том, как бы он тоже идет, но сам по себе. Я туда не смотрю, потому что мне некогда, я смотрю самый главный фильм. А муж, он не хочет быть не самым главным фильмом, понимаете. И он сам, может быть, даже не отдает себе в этом отчетах. И он чувствует, что жизнь дала трещину. Когда мужчина чувствует, что жизнь дала трещину, мужчина не может жить без любви. Жить без любви, без любви. Не могут любви. Час без любви, без любви пропащий час. Понимаете. Женщина, она живет в любви со своим ребенком. Она не говорит, что у нас нет любви в семье. У нас, наоборот, есть. И стало больше. А муж, он как бы, он облизывает банку с другой стороны, с медом. Если банку меда облизывать с другой стороны, можно верить, что это сладко. Но вкус все равно не чувствуется при этом, понимаете. Ну, кстати, он думает, что-то не то. Но это хорошо, если он просто думает, что-то не то. Потому что мужчина же нуждается в любви, и постепенно наступает голод. А так как голод наступает, то у женщин, у них есть локационная станция. У каждой женщины есть локационная станция внутри. Система локаторов. Очень мощная система локаторов. Если женщина одна, она смотрит, кто нуждается в любви к женскому. Она идет, у нее локаторы работают. Сигнальная система работает локаторами. И раз, как определить, что человек нуждается в любви. Она беглый взгляд бросает, как бы, на этого человека. Так как он нуждается, он сильно нуждается, хоть он и женатый, у него есть уже ребенок даже маленький. Напел-пелый взгляд бросает, и он вдруг, как скат, скрип, скрип, ну, порфель. Все мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил судьбой ради этой встречи с тобой. Система начинает работать в другую сторону. Почему? Потому что было свободное место. Кто сделал свободное место? Жена. Почему? Потому что не знала, как правильно жить. Вот и все. У нее не хватало знаний. Видите, ловушка, она попалась в эту ловушку в лечение к ребенку. Результат? Она осталась одна, с этим ребенком. И причем очень скоро, уже на втором-третьем году. Развитие ребенка часто от семьи разрушает всю цель. Или я что-то не то говорил? Все не то, все не то. Итак, дальше поехали. Видите, жизнь соткана из аскеза. То есть, хочется верить в ребенка, надо верить в Бога. Хочется наслаждаться ребенком, а надо его воспитывать. Хочется отдать все ребенку, а надо отдавать мужу. Вот как надо воспитывать ребенка? Надо правильно строить отношения. Сначала муж в семье для женщины, потом дети, а потом она сама. Она для себя на третьем месте сама стоит. Для детей на втором, для мужа на первом. Для Бога на еще более первом. Но надо задать себе вопрос, а почему же дети становятся на первом месте в семье? Почему? В чем причина? Иногда даже мужчина ставит на первое место детей. В каком случае, когда рождается девочка? Девочка. Девочка, это же еще более красивая любовь, чем муж, чем жена. Она такая маленькая, красивая, еще больше счастья. Знаете, и он же думает, ну все, никто не знает, как правильно ее воспитывать. Это жена постоянно что-то входит, ее ставят в угол, такую девочку. Такую лапочку. Она ставит ее в угол. И он подходит к ней и говорит, «Моя хорошая, у нас мама строгая, а я тебя люблю». Включая мобильный телефон. В концерте она станет немножко другого репертуара. Хорошо, если как бы звонок соответствует теме. А если там «И бы ночь продолжает с тобой». Там такой звонок такой был. Мы уже не соответствуем теме. И так как сзади все слышно, каждый ваш звонок будет обязательно нами прослушан. Хорошо, если вы не замужем, как бы есть способ привлечься внимания. Но если вы замужем, и тем более, если вы хотите слушать лекцию серьезную, надо выключить мобильный телефон. Это такая смиренная просьба ко всем. чтобы мы могли дальше спокойно продолжать наши писания. И так, видите, как интересно получается. Веды говорят гордую правду. Девочку должна воспитывать мать. означает, что мать ее наказывает. Мать ее поощряет. А отец включается в это воспитание при необходимости. Например, он говорит, мама сказала правильно, я считаю. Потому что между ним и дочерью будет, естественно, симпатия. Иногда, если отец чрезмерно привязан к дочери, возникает, естественно, вражда. Но она опять чрезмерная. Когда это возникает? Когда привязанность приводит, излишняя привязанность приводит к негативному ответу. Допустим, я сильно хочу, чтобы вы меня слушали. Допустим, вы меня и так слушали. Но я это сильно хочу, допустим. Да? Я постоянно думаю, слушают или нет. И некоторые с вас, я так пять минут себя поведу, и вот начнут уже отворачиваться. Почему? Замочен. Так? То есть это не проявление любви. Любовь означает служение. А это желание отдачи уже. Это называется эгоизм. Вот моя цель заключается в том, чтобы вообще не думать о том, слушайте, мне нет. Надо отмазать цель только дать людям то, что им нужно. И все. Больше я ничем не должен думать сейчас. И чтобы они были счастливы, так же на лице. Это тоже проявление любви уже. Поэтому надо петь еще. Обязательно. Потому что если я не пою, значит любви нет. Поэтому я вот выполняю свой долг таким образом. И вы тогда, если я хорошо выполняю свой долг, то вы внимательно слушаете. Это признак того, что Бог доволен. И так смотрите, все должно быть правильно в этой жизни. Отцу хочется наслаждаться девочкой. И это яд. Все, что нам хочется для себя, это яд. Особенно в отношении степи, потому что там сверхсильная энергия существует. Когда человеку чего-то хочется, у него перекрывает разум. И человеку очень трудно понять, что он не хочет наслаждаться девочкой. Он говорит, нет. Это правильно, что нашей девочке нужно больше ласки и заботы. А ты ведешь с ней себя строго. Он жене говорит. Ты слишком гневаешься на нее. Может быть, это и правда. Может быть, это и правда. Потому что мать понимает, что дочку надо воспитать. В ней есть это знание. А сын понимает, что сына надо воспитать. В нем и есть это знание. Мать же считает, что муж слишком строго с мальчиком себя ведет. Слишком строго. Потому что он такой нежный, такой ласковый. Его надо расслабить. Мой хороший, расслабься. Папа тебя наказал, ничего страшного. Что страшного? Ты расслабься. Мы с тобой все решили в тайне. Постой, немножко в угол он пойдет на работу, я тебя выпущу. И ловит, что ты наказан. Так и нарушит его воспитание. Все весело, но результат какой? Он чувствует себя безнаказанно. Он чувствует, что ему все можно. И это означает, что надо просто предаться маме. И он начинает играть в спектакли, где он... Допустим, папа его пытается наказать, и он кричит. Ой, мне так больно! Он играет на чувства к маме, на инструментах, на скрипке. Музыка такая скрипковая, очень взрывающая. И мама пишет. Ну оставь в покое нашего ребенка. Почему она так ведет себя? Потому что она сильно привязана наслаждаться им. И потому что она знает, как правильно. Она подвержена влиянию этой силы, причине, желания использовать наслаждение. Испытывать наслаждение от сына. Так же, как отец тоже относится к дочери. Или он начинает чрезмерно хотеть ее в строгости держать. Когда слушался лекций, допустим. И он уже начинает дочеку надо оградить от нежелательного общения. И он вообще ей не дает никуда не ходить, не смотреть, не ходить. Так бывает от чего? От того, что отец запредельную энергию в себе несет. Запредельную энергию в отношении с дочкой. Поэтому он должен контролировать свои чувства. Держаться немножко на дистанции. Дать возможность жене воспитывать. Точно так же запредельные чувства женщины имеют по отношению к сыну. Ее очень трудно как сына воспитывать, трудно понять. Потому что мальчику нужна аскеза при воспитании. Ему не нужна ласка. Нужна аскеза. Ласку он все равно получит так и так. Потому что есть мать, значит будет ласка. Но это между делом должно происходить. А главное должна быть строгость в отношениях с мальчиком. Строгость приведет его к развитию. У него будет стимул к развитию. Но строгость опять же с любовью. Не злая строгость, а с любовью. Почему отец слиться? Потому что мать, жена не дает воспитывать часто. Но он слиться, потому что чувствует ему тяжело. Хоть сердце ему уже знание есть, что надо мне мальчика воспитать. Он знает как. Но жена не дает. Почему? Потому что она хочет, чтобы у моего сыночка все было хорошо. Это означает восхождение. Смотрите. Зачем ты пошел с ним играть в футбол? Каждый день, когда он приходит домой, у него покорябанные коленки. Он ободранный весь. И ему очень больно. Он когда спит, плачет. Зачем ты опять пошел с ним играть в футбол? Она говорит. Не надо нам никакого футбола. Мы не были натоит. И нас здесь неплохо кормят. Пускай он будет толстым, с короткими ножками и лежать рядом со мной на диване. И в этом заключается моя любовь к ребенку, к сыну. Это означает баловать его, баловать, баловать и баловать. И женщина не сможет как бы это отнять. Это ее природа дарит любовь. Она не может стать такой вот, чтобы там идти с ним куда-то там воевать, сражаться. Так вот? Это природа женская. Поэтому оценивать чуть подальше. Чтобы эта природа не слишком сильно проявлялась. Иначе мальчик вырастает, как тляпка. Особенно, если нет отца в семье. Спросит, ну хорошо, у меня нет, допустим, мужа, что делать? У меня с сын растет. Что делать? Третий ответ в стихе, в стихотворении содержится. Некрасова. Семья-то большая, До два человека, всего мужиков-то, Отец мой, да я. Да? Может быть один всего мужик в семье. Это я. Понимаете? То есть, надо даже к сыну, маленькому ребенку, относиться как к мужчине, а не как к тому, кем я наслаждаюсь. Потому что если к мальчику относиться как к пацану или мальчику, то он остается мальчиком всю жизнь. А если к нему относиться к мужчине, то он развивается как к человеку. Мальчику надо относиться как к мужчине. Отец всегда как к своему сыну относится, как к мужчине. Говорит, ты же мужик, почему ты сопли распускаешь здесь? И говорит, мамой стараешься. И он развивает в нем. Мужу, что делать? Настоящего человека он развивает. Это у него от природы. От природы у мужчины это есть. Подношение их с мужчиной. Мама, как девочка, она говорит, иди помогай. Мой полы вместе там. Чего стоишь, смотришь? Иди, мой полы. Иди стирай, помогай мне стирать. Все. Почему ты так разговариваешь со всеми? Разговаривай нежнее. Мама говорит. Будь аккуратнее, девочки. Она учит ее. У нее природная склонность есть учить девочек. Она знает, какой она должна быть. Но если она обожествляет свою дочь, тогда это уже не произойдет. Обожествление означает другие отношения. Отношения, в которых я поклоняюсь уже человеку. Не воспитывая, поклоняюсь. У меня по этому поводу есть удивительная история такая, как правильно. Веда описывает, что в одной семье родился очень возвышенный ребенок. Очень возвышенный ребенок. И там был такой случай, что... И отец постоянно строго себя вел, потому что он знал, как себя вести надо с этим сыном со своим. И в результате это высшие существа решили управление. И появилось божественное существо перед ним, свыше планеты. Ангел, называемый. Ангел появился перед ним. Начал ругать. Вы знаете, кто такой ребенок? Твой ребенок очень возвышенный. Ты в подметке ему не годишься. Почему ты так строго с ним себя ведешь? Да ты на самом деле вообще в ноль, поскажу, с ним. Он уже раз, тысячу раз больше, чем ты. И этот человек, знаете, как ответил? Он говорит, может быть, этот человек, родившийся в моей семье. Это и очень возвышенная личность. Но так как я его отец, поэтому я должен быть строгим с ним. Таков мой долг. Пусть даже я за это отправлюсь в ад. Он так сказал. Все равно я буду вести себя с ним правильно, потому что в этом заключается мой долг. Это высшее существо улыбнулось и исчезло после. Потому что он экзамен свой сдал. Понимаете идея или нет? Что такое хорошо и что такое плохо? Мы должны разобраться в этом вопросе. Девочка у нас дома сидит одна постоянно. Все девочки уже гуляют с мальчиками. Им хорошо уже. А наша дочка почему-то сидит одна. Ну иди погуляй. Все мальчики, девочки гуляют. Иди погуляй с ними. Это правильно или нет? И гнобить ребенка в доме тоже неправильно. Так? Какой выход? А выход заключается в том, чтобы понять вообще суть воспитания. Суть воспитания заключается в том, что никого вообще-то воспитывать-то и не надо. Никого воспитывать и не надо. Потому что никогда в родственных отношениях никто с помощью насилия себя не менял. Сейчас я вам объясню суть. Смотрите. Моя жена не слушает моих лебиц. Знаете почему? Потому что у нас с ней супружеские отношения. Вернее, она прослушала все лекции для того, чтобы понять, где, на какой минуте, что говорится. Когда я делаю что-то не так, не по лекциям, она говорит, послушай, такая-то лекция, минута такая-то. Все сказано правильно. Послушай. Делай свой вывод. Тоже лекцию, послушай, сделай свой вывод. Я понимаю, что это семейное отношение, поэтому так и должно быть. Когда уже много лет я лечил, и всем, уже многим помогала. Мать моя, ее подружка вылечилась от астмы. И она говорит, а что ты не вылечишься от астмы моей матери? У тебя сын вылечит астму, я вылечусь. Она говорит, а ты что? Мой сын астмы вылечит. Ну, в родственных отношениях не предусмотрено, что близкий человек может быть каким-то особенным, так? Это касается отношений родителей с детьми, детей с родителями. Поэтому дети от нас ждут поведения. Близкие отношения означают перенятие поведения. Так устроена природа, допустим. Лошадка не читает жеребенку лекцию про то, как надо скакать. Просто лошадка рядом скачет с жеребенком, и с жеребенком естественным образом скачет вместе с ней. Так? У человека то же самое, как бы устроено точно так же. И когда, помните, этот Эмбарейска Райкина, он говорит, ну, воспитание. Кто стукнет, кто шлепнет, кто прятнет, кто шмякнет. Ну, и воспитание получилось. Ну, воспитание означает жизнь. Но проблема заключается в том, что мы никогда не жили правильно. Часто мы не обещали. Вот. То есть часто бывает так, что мы не хотим сами жить правильно, но при этом хотим, чтобы наши дети жили правильно. Возвышенная очень идея. Возвышенная. Что это означает в буквальном смысле слова? А те прожектора тоже надо выключить. Тоже не оставляют. С другой стороны тоже надо выключить божили. Я никуда не могу смотреть. Там тоже будут сидят. Я их не вижу. Я вижу только мощный лунный свет и тени, что блестят. Здесь дети такая. А ну, пишите, я не переведу. Итак, смотрите, все очень просто. Ответ на вопрос, что такое воспитание? Очень простой. Мы должны жить честно. Особенно, когда родились дети. Смотрите, мы можем жить как угодно до рождения детей. Дети родились, у человека у каждого в сердце рождается. Я не должна при ребенке так себя вести. Но часто люди понимают, что при ребенке это означает всегда. Потому что у матери и у отца с ребенком устанавливаются настолько тесные отношения, что ребенку не обязательно смотреть, как родители себя ведут. Он все их поведение фиксирует у себя внутри, каждую секунду. Да, чтобы, допустим, жеребцу не обязательно смотреть, как мама прыгает. Он знает уже того, что у него связь на тонком плане с мамой находится. Он знает, как прыгать, как скакать. И все-все он узнает через эту связь. Ученые говорят рефлекс. Никаких рефлексов нет. Есть вот эти отношения, которые дают воспитание. Так же у человека тоже. Самое глубокое переходит от сердца в сердцу. Самое главное воспитание происходит внутри утробы матери. Поэтому веды говорят, что женщина должна, когда она вынашивает ребенка, жить как монахиня. Она не должна увлекаться сильной работой. Не должна увлекаться какими-то делами другими. Она должна увлекаться возвышенной чистой жизнью. Она должна молиться Богу больше. Думать о возвышенном, о чем-то. Всех прощать, просить прощения. Раскаиваться во всем. И женщине хочется беременной это делать. Если у нее есть какие-то отрицательные отношения, она тут же пытается их устранить. Она чувствует, что это плохо для ребенка. Есть такое знание. Это уже воспитание означает. Но как она воспитывает? Она не может ребенку сказать. Так у меня дедушка облизывал тарелку все время после еды. И говорил, никогда он ничего так не делал. Я в результате тоже облизываю тарелку. И жду, когда внучок появится, чтобы он об этом спросил. Хотя я не знал об этом, я уже не помню. Мне было три года. Мне мама потом сказала об этом. Когда увидела, что я облизываю тарелку, я говорю, откуда ты это узнал? Я говорю, мне так нравится. Она говорит, это дедушка тебя научил. Рассказал мне эту историю. Но вы никогда не облизываете тарелку. Это нехорошо, нехрасиво. Итак, идея в чем заключается? В том, что все передается этим тонким чувствам, которые мы не знаем. Но при этом мы надеемся, что дети будут лучше, чем мы. Это обезумие. Например, отец матерится на работе, приходит домой, дома не матерится. И он ребенку говорит, никогда не матерись, никогда не матерись. Что это значит? Это значит, никогда не матерись дома. Буквально в смысле слова, потому что он же матерится на работе. Это значит, что ребенок, когда выйдет из дома, услышит матом на улице, он будет там материться, а потом приходит домой и будет думать, никогда нельзя материться дома, никогда. Так будет думать. То есть он получит то воспитание, которое ему дадут. Таким образом. Так? Допустим, мама изменяет, допустим, свой мужу. Но при этом она ребенку ничего об этом не говорит. Мужу тоже старается не говорить об этом. Что-то его приводит в печаль. Хотя она и считает, что это нормально. У нас мы развитые люди. Как бы мы уже в обществе, в современном живем. Это означает, что если ты полюбил кого-то, зачем стесняться? Так не выключат, наверное, прожектора. Чувствуют. Да они ушли, наверное, оттуда из-за короблеров. Ну ладно, надо просто попросить руководителей, чтобы это произошло. А то я потею с одной стороны. Несимметрично. Съемки идут как бы. Подумайте, что у меня болезнь какая-то. С одной стороны я потею, с другой нет. Мне будут записки писать. Я говорю, Геннадьевич, вы потеете с одной стороны. У вас такая болезнь. И так, чтобы не потеть с одной стороны, и с обоих сторон. Нужно это очень глубоко усвоить. Что надо, чтобы воспитывать детей, менять свою жизнь в целом. Потому что, смотрите, даже, допустим, вы будете с любовью и строго, и правильно, с любовью все говорить ребенку. И он, в принципе, может даже начнет воспитываться хорошо. Если у вас благочестивая семья, там все прочее. Но, понимаете, есть одна проблема. Проблема заключается в том, что если семья не выбрала правильное общение в обществе, правильное общение, означает жить среди лебедей, а не среди ворон, то что это наступает, какой результат? Результат очень простой. Ребенок не будет защищен. Потому что ему все равно придется гулять. Вы его не сможете закрыть дома. Так? Придется же гулять на улице. И там он может получить общение. Воспитание идет только через энергию любви. Через энергию любви. Среди детей энергия любви естественным образом передается от одного другого. И через энергию любви ребенок перенимает то, что ему дают. Допустим, когда мне было 6 лет, я познакомился с одним мальчиком, который очень меня любил. У нас с ним были очень-таки отношения, дружбы. И он ходил, у него было такое увлечение, он как бы с такими горящими глазами мне тоже передал это увлечение. Он ходил за домом, где бросают окурки. Собирал как бы в трубку, он делал трубку себе, его научил. Старший мальчик, наставник. Старший, он уже был в втором или третьем классе, он был уже ученый человек, взрослый. И он знал, как делал трубки уже. Мы еще не знали, но нам подарили эти трубки, понимаете. И мы собирали как бы вот эти вот... Табакочки. И садились курить. Почему? Потому что мы видели, как взрослые ходили с сигаретами и курили. Но самые крутые взрослые ходили с трубками. И это было просто вообще... Просто круто. Понимаете? Это же результат общения. Однозначно, что я как бы не перенял эту привычку. На этом все закончилось там. Какие-то несколько дней там баловства. Но так или иначе, идея в чем заключается? Ну и в общем-то я и не курил. То есть я не затягивал своего маленького ребенка. Я не знал, что надо там затягиваться. Просто дым как бы втягивал в рот и вытягивал. Их! Кажется, что это? Но так или иначе, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что общение всегда через любовь дает свой результат. И вы не знаете, с кем ваш ребенок будет общаться на улице. В школе, в институте. Вы не знаете этого. Поэтому круг общения с семьей должен быть таким, что семья должна дать сладкий вкус правильных отношений с тем кругом людей, которые действительно приведут ребенка к истине. Понимаете? К светлой, чистой жизни. Причем это общение не надо. Вот, спасибо. Ответ на вопрос, что такое счастье. Один царь требовал от своих подчиненных, чтобы они ему сделали его счастливым, по-настоящему. Потому что все уже надоело в царстве. Он уже все имел. Там девушки танцуют перед ним. Все у него есть. Все надоело уже. И он требовал настоящего счастья. И один мудрец говорит, я тебе дам настоящее счастье. Но ты должен от меня его принять раз. И должен во всем меня слушаться два. И он сказал, да, хорошо, согласен. Они поехали на лодке. Вот, он ему там на лодке давал разные напитки прохладительные. В какой-то момент этого царя он захотел писать. Так он был царь, интеллигентный человек. Не мог с лодки писать. Он хотел писать, а тот спокойно греб. И сказал, я тебя повешу. Я тебя расстреляю. Я тебя казню. Он кричал на него, а тот греб очень спокойно. И когда он подгреб берегу, тот побежал. И когда он пописал, он испытал этот вкус любительного счастья. Как я вот испытал сейчас вкусный день. И это описывает, что вкус счастья в этом мире, он не что иное, как просто отсутствие страдания. Мы спрашиваем, как у тебя дела? Хорошо. Хорошо означает, никто не мучает. Итак, вернемся к детям. Вот этот вкус чистой жизни надо заложить в ребенку через свою жизнь. Но это не должно быть оскомлено. Понимаете, оскомлено бывает всегда, когда есть фанатизм. Если родители, допустим, идут какой-то возвышенным путем в своей жизни, они живут правильной жизнью, но они делают это неправильно, через насилие над собой и друг над другом, то возвышенная жизнь в сердце ребенка также отразится насилием. Допустим, муж заставляет жену вставать рано утром, делать зарядку. Женщина, она в природе очень расслаблена. Иногда, так как она также увлекающуюся природой имеет, она не будет увлекаться чем-то. Иногда она увлекается зарядкой также. Она встает и занимается зарядкой, показывая мужу, какой он козел, спит. Женщина никогда ничего не делает просто так. Всегда все делает для воспитания. Она встает прямо рядом с мужем, могла бы встать куда-то в другое место. Она встает прямо с ним и делает зарядку, показывая, как надо жить правильно. Потом она начинает увлекаться чем-то другим, идет под холодный душ, встает. Зарядку она уже сделала, как бы показала. Не работает, не помогает. Он все равно будет спать все время в полтора. Бесполезно, не работает. Будем хотя бы под душем постоять, чтобы он душ начал применять. И пытается ему навязать это. Но это не способ жить. Фанатизм означает делать благие дела для других. Для того, чтобы другие стали лучше, а не я. Такой интересный способ помогать. Самый хороший способ помогать, это получить вкус к чему-то хорошему. Когда человек получает чему-то вкус хорошему, это не сразу происходит. Это очень-очень долго надо ждать, чтобы вкус пришел. Но когда человек получает вкус, вот тогда он может и воспитывать. Вот, допустим, если отец имеет вкус в зарядке, он будет кого-то мучить, нет? Это неправильный вкус. Потому что настоящий вкус зарядки означает... Ну вы, кстати, делаете зарядку, нет? Нет, а почему? Потому что он вас мучил, так? Вот я об этом как раз и говорил. Настоящий вкус зарядки означает, что человек, он понимает этот вкус внутри своего сердца, понимаете? И он выходит на улицу, встает посреди открытого пространства и начинает делать зарядку. Тихо сам собой, тихо сам собой, я веду веселье. Это означает настоящий вкус. Человеку больше ничего не надо. У меня-то никого мучить, трогать. И он в тихоря это делал, тихонько. И вот это в тихоря, это самое лучшее. Потому что тогда ребенок видит, что папа куда-то уходит. И приходит, и у него улыбающееся лицо. Это значит, что я хочу с папой. Знаете, вкус был, по-моему. И он тоже, ребенок, стоит рядом с папой, пока мама спит. Так как мама как бы не всегда испытывает вкус зарядки. Он идет вместе с папой, делает зарядку тайком от мамы. Она думает, что я тоже сплю. А я с папой не зарядку пошлю. Это настоящая жизнь, понимаете? Настоящее воспитание. Оно справится через вот этот глубокий вкус. Допустим, у папы есть глубокий вкус к изучению Библии, допустим. И он читает с упоением. И это все повторяет, допустим, дипламирует. Ребенок садится рядом и тоже слушает. Папа, он говорит, тебе пора спать. А ребенок хочет слушать дальше. Он задает вам вопрос. Василий Иванович, а если пять тысяч победим? Другого детского. Победим, Петька. А если пятнадцать победим? Победим, Петька. Победим, пойдем спать, уже поздно. То есть идея в чем заключается? Что вот этот вкус, когда человек имеет какой-то вкус очень глубокий, то тогда ребенок его перенимает естественным образом. Называется воспитание благости. Но достичь такого вкуса очень глубокого очень трудно. Часто люди имеют этот глубокий вкус, допустим. К чему? К футболу, допустим. И ребенок рядом садится, так как любой глубокий вкус ребенок перенимает. Он же не соображает, что перенимает. Но он что-то перенимает. И он садится рядом с папой тоже. И шучка тоже, она тоже как-то не справка. Он тоже садится и тоже смотрит. И лепка тоже, понимаете, все. Это означает, что чем богат, тем радует, как говорится. Но вот надо понять, что надо богатым быть тем, чем нужно. А в целом, смотрите, в чем ошибки воспитания главные. Видите, я через любовь сейчас передаю какие-то корневые, глубокие вещи. Если вы усвоите все остальное, все вопросы сами решатся легко. Смотрите, корневая вещь глубокая. Если ты сам не хочешь менять себя, свою жизнь, то значит менять надо будет кого-то другого. Потому что менять кого-то надо по-любому. Жизнь же несчастная. Это значит, что в семье жизнь благости означает, каждый меняет себя, иногда люди скрываются, но потом раскаиваются. Это жизнь благости. Жизнь страсти означает, человек не хочет менять себя, не хочет. Он верит в своем сердце, что он не то, что в своем сердце, он точно знает, что проблемы все в жене. А жена точно знает, что проблемы все в муже. И чем они занимаются всю жизнь? Они просто доказывают друг другу, в ком проблемы. Естественно, что жена доказывает, что в муже, а муж доказывает, что в жене. Называется жизнь в страсти. То есть гавкаем друг на друга. Естественно, ребенок будет считать, в каком проблеме? В родителе. Да? А не во мне. Редактор субтитров А.Семкин